Жилищный кооператив это прекрасно. Никаких процентов, взаимовыручка участников, возможность ускорить получение квартиры, приводя друзей и знакомых. В общем, прекрасный способ получить квартиру. Только есть один минус. Квартиру, скорее всего, получите не вы. Доверять ли деньги жилищному кооперативу? 5 признаков жилищной пирамиды. Все, кто работают на рынке недвижимости, знают, что жилищный кооператив это идеологический брат МММ и свидетелей Иеговы. То есть выгоды от его создания получают только те, кто его создает. Название подобрано не случайно. Во времена позднего СССР был даже термин. Кооперативные квартиры. Во времена, когда жилье гражданам выдавали бесплатно, да, такое когда-то было, но его приходилось дожидаться в очереди. Кооператив был возможностью получить квартиру вне очереди, вложив свои деньги. И тогда квартиры действительно получали. Поскольку с советской властью шутки на тему финансовых махинаций заканчивались экскурсионным туром не на Бали, как сейчас у всевозможных махинаторов, а на берега Северного Ледовитого океана. Лет эдак на 10 с конфискацией имущества. Но в нынешние гуманные времена все иначе. И потому нынешние кооперативы уже не те, что прежде. Как это в теории работает? Группа граждан по предварительному сговору скидывается деньгами и начинает строить дом. По мере строительства добавляются новые кооператоры, принося новые денежки. И на них дом и достраивается. Целью ставится не получение прибыли, а именно строительство дома и получение кооператорами квартир. А часто даже не строят, а просто выкупают квартиры в складчину. Сегодня Вася, а завтра Петя. А счастливый обладатель, купленный в складчину квартиры, без процента отдает понемногу долг. Деньги, а также деньги новых членов кооператива, покупают жилье следующему. Здорово, правда? Сознательное общество в действии. Вступайте. Каждому жилье без накруток и грабительских процентов. Такие большие, а в сказки верите. Итак, пять главных признаков, что кооператив, куда вас зовут, это лохотрон. Квартира, которую в будущем получите, но это не точно, будет оформлена не на вас, а на кооператив. До полной расплаты. Заметьте, даже банки при всем своем оскале их капиталистической натуры такого не требуют. Взятая в кредит квартира все же является вашей. И выселить вас оттуда можно только по решению суда, что не так-то и просто. Даже если вы не справились с кредитом, а вас выселят, то вам обязаны будут выплатить после ее продажи те деньги, которые вы банку выплатили в качестве кредита. А здесь, извините, фигушки. Вы в этой квартире никто. И звать вас никак. Собственник кооператив, а не вы. Невозврат паевых взносов и штраф за выход из кооператива. То есть система, как у бедуинов в Египте, залезть на верблюда 1 доллар, а вот слезть в него уже 10. Вы платите деньги и платите, а когда понимаете, что конца и края этим побором не видно, и наконец прочитали примечание мелким шрифтом к договору и решили свалить, то вы не только не получите вложенное, хотя бы частично, вы еще и должны будете. И поверьте, договор будет составлен так, что деньги эти с вас по суду взыщут. Разветвленная система штрафов и поощрений. Практика показывает, что большая часть подобных организаций имеет систему примирования за привлечение новых членов кооператива. Ну, примерно как у сектантов. Раздал полтонны журнальчиков, привел еще 100 человек в секту и становишься уже ближе к заветной цели. А для всех, кто желает отличиться, тренинги проводятся бесплатные. Как именно дурить новых членов? Ну, а что вы попали? Что же одним-то страдать? А если не хотите этим заниматься, то очереди на квартиры начинаются смещаться назад. Но надо же за чей-то счет продвигать вперед отличников кооперативной агитации. В кооперативном договоре идут постоянные отсылки на некие регламенты правила кооператива, которые размещены где-то у них на сайте. Причем, чтобы их там найти, нужно потратить изрядное количество времени и нервов. Проще плюнуть и подписать. Чаще всего именно туда и вынесены все самые интересные пункты, прочитав которые, вы этот договор бы никогда не подписали. А потом будет уже поздно. Ну и, наконец, главный признак – это халява. Помните, бесплатный сыр получает только вторая мышка. Если есть некие люди, которые утверждают, что они бескорыстно, занимаются каким-то крайне трудозатратным и сложным процессом, из почти альтруистических побуждений, чтобы помочь народу в трудное время, знайте, вам нагло врут. И, скорее всего, на вас пытаются зарабатывать. Ну а если у вас возникли сомнения, не обманывают ли вас, не поленитесь отнести договор на проверку юриста. Например, нам. Мы его проверим, конечно, бесплатно. Шутка. За плату. На порядок меньшую, чем вы потеряете став жертвой мошенников. Не экономьте копейку, чтобы потом не оплакивать тысячу. Удачи вам и вашим близким. Подписывайтесь на наш канал и рассылайте это видео своим друзьям и знакомым, чтобы они не попадали в подобные ситуации.